Приветствую всех, я Дарья Счастливая, это мой YouTube-канал. Пожалуйста, подпишитесь на него, поставьте лайк этому видео, подпишитесь, пожалуйста, на канал Юрия Рашкина. И если вы смотрите нас другого канала, нажимайте на название, там будет возможность подписаться и на Юрия Рашкина, и на меня. Юрий Рашкин, американский политик, депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин. Юрий, я приветствую вас. Спасибо за приглашение, всегда рад, слава Украине. Героям слава. Юрий, мы поговорим с вами о старте избирательной кампании в США, о шансах Джозефа Байдена, о увольнении Такера из Fox News. И, естественно, что давайте начнем с заявления Джозефа Байдена, что он будет баллотироваться на второй срок. Все говорят о том, что если бы он не сделал это заявление, то он, вот цитируя, например, Игорь Яковенко, был бы хромой уткой. А Юрий, как вы считаете, каковы шансы на победу Украины до 2024 года в контексте того, что Джозефа Байдена баллотируется на второй срок? Я думаю, что Джозефу Байдену нужно было в какой-то момент, конечно, сделать объявление. Без этого нельзя баллотироваться. Но, с другой стороны, он не торопился это делать, потому что, как только он объявил себя кандидатом, все то, что он будет делать, рассматривается через призму политики. Теперь нельзя даже, как бы, тяжелее сделать вид, что это делается просто президентом, который думает о стране и о ее будущем, потому что теперь можно сказать, ну, смотрите, он избирается, он ведет себя как политик, который играет перед избирателями. Хотя, на самом деле, он это делал, как бы, ну, всегда, потому что любой политик работает со своими избирателями и не хочет потерять их поддержку и так далее. Отношения между политиками и избирателями вечны. Но когда ты в Соединенных Штатах объявляешь о том, что ты будешь теперь избираться, теперь у него, значит, у Байдена предстоит переговоры с республиканцами по поводу поднятия государственного долга, потолка. И республиканцы об этом будут еще больше говорить, что вот, смотрите, он просто теперь пытается, как бы, набить очки, потому что ему нужно, чтобы за него проголосовали. Это, в общем-то, такая стандартная версия того, что будет говорить оппозиция. И это было неизбежно, и поэтому мы видим, что президент как бы не хотел торопиться. У него не было той срочности, которая, например, была у Дональда Трампа, которому нужно было срочно объявить о том, что он будет избираться, потому что он знал, что к нему, так сказать, прокурору уже в очередь встали, поэтому ему нужно было как бы себя оградить такой политической избушкой, сказать, все, я в домике, я теперь, значит, политик, я ведущий кандидат республиканской партии в президенты, поэтому любые претензии ко мне являются политическими претензиями. И он себя таким образом пытается обезопасить, хотя сейчас у него идет процесс об изнасиловании в 90-х годах, где он все равно пытается говорить, что это связано с тем, что он политик. И, ну, это как-то такая уже просто, он будет использоваться в любой ситуации. А Байден объявил в своем видео, что ему нужно закончить работу, которую он начал. Конечно, самое главное, в чем его, кажется, могут упрекнуть, это в его возрасте. И тут мы видим массу разных примеров, когда вообще в Соединенных Штатах развивались интересные события, в то время как президент был болен. Например, мы выиграли Вторую мировую войну, в то время как наш президент Франклин Делано Рузвельт был очень болен, а потом вообще погиб перед окончанием Второй мировой войны. Тем не менее, Соединенные Штаты эту войну, как мы знаем, вместе с союзниками и партнерами победили. Так что тут не обязательно, чтобы президент вообще функционировал. Или, например, Рональд Рейган, у которого были большие ментальные уже проблемы в конце его, особенно Второй каденции. И все равно это не помешало нам, так сказать, закончить практически холодную войну с Россией. Как мы видим, было сколько там, 30 лет мира. Так что для этого, для того, чтобы управлять страной, на самом деле президент даже не особенно нужен. Есть еще президент Уилсон, которого были большие проблемы, когда он после Первой мировой войны, он там был тоже больным человеком, и ничего, страна функционировала. Проблема здесь другого. Проблема в том, что нужно выиграть выборы. А у демократических стратегов и политиков есть опасение, что президент, который производит такое впечатление, что он может от старости не быть в состоянии выполнить свои обязанности, то это слишком старый человек для оппозиции. У нас есть тоже опыт такого, когда в 96-м году Билл Клинтон победил на выборах Боба Доула, который был главным республиканским сенатором в Сенате, и тоже его прокатили, потому что сказали, Боб Доул слишком стар, он был ветераном Второй мировой войны. Так что на тот момент уже считалось, что слишком стар. Но сейчас мы смотрим, что с одной стороны есть Байден, с другой стороны есть Трамп, и оба они, это не молодежь. Трамп моложе Байдена на 4 года, поэтому они оба будут в своих 80-летиях, в своих 80-х годах, если любого из них избрать. И тут на самом деле играет достаточно большую роль, кто будет вице-президентом, потому что вице-президент это позиция, которая специально в Соединенных Штатах сделана исторически для того, чтобы этот человек мог заменить президента, если президент не в состоянии выполнять свои функции. То есть, если президент, что-то с ним произошло, была даже шутка, я помню, когда Буша старшего, у него были аритмии сердца, и Дэн Куэйл, оказал его вице-президент, оказался президентом на несколько часов, пока там президент был в операционной комнате. И шутка была такая, что поскольку в тот момент шла война с Ираком в заливе, что Дэн Куэйл тут же решил использовать свою власть и послал дополнительные войска в залив, но Мексика их вернула, потому что как бы такой был дурак, что он перепутал мексиканский залив и послал их не в тот залив. Так что вице-президенты у нас есть. Вице-президент, кстати, после Рузвельта, который умер в 45-м году, стал Трумэн, и Трумэн после этого еще сбросил ядерные бомбы на Японию. Поэтому очень даже, так сказать, решительный достаточно человек оказался. И для всех тех, кто считает, что нам нужен молодой, красивый президент, вот, пожалуйста, Камела Харрис, вы хотели, вот, для всех желающих, вполне красивая, вполне молодая. Правда, сейчас у нее проблемы с ее поддержкой, но говорят, что теперь Байден, который у него есть ноль шансов того, что он заменит Камелу Харрис на кого-то другого, потому что это показывает, что он сделал большую ошибку 4 года назад, он не может этого, как бы, признать, скажем так, поэтому он будет поддерживать Камелу Харрис как своего вице-президента. Теперь ему нужно будет подстроить, как бы, ее статус, чтобы к ней люди относились с большим доверием, потому что если Байден не в состоянии выполнять свои обязанности, то тогда это вице-президент Камела Харрис. И когда Байден заявил о своем выходе на переизбрание, он начал это с кадров 6 января 2021 года. Захват Капитолия трампистами, мага-трампистами. О чем это говорит? Это говорит о том, что демократия, в конце концов, является защитой демократии, защита, ну, в общем-то, свободы. В Соединенных Штатах является сейчас темой номер один для избирателей, когда они думают о том, кто они хотят, чтобы возглавлял нашу страну на следующие 4 года, потому что есть много важных тем. Почему-то республиканцы всегда не на той стороне сейчас выбрали, как оказаться, вот любая повестка. Они со стороны, которая поддерживает меньшинство избирателей. Но, тем не менее, защита демократии, защита наших свобод очень важна. Поэтому Байден четко обозначил, с какой стороны он как бы входит в эту гонку. И он делает такую интересную политическую вещь, потому что он пытается разделить республиканскую партию и сказать, ну, не все республиканцы плохие, а вот есть некоторые, которые мага-трамписты, экстремисты. Вот эта проблема, я с ними борюсь. То есть он как бы пытается призвать на свою сторону резонных республиканцев, чтобы они его поддержали. Из того, что мы видим, насколько это может быть успешно или нет, если не ошибаюсь, 43 штата в нашей стране, уже, в общем-то, предсказуемо, за кого они проголосуют. Они либо республиканские красные штаты, либо они синие демократические штаты. И остаются практически только 7 из 50 штатов, поскольку Украина еще не штат. И из этих 7 штатов проходят разные, так сказать, будут разные... Ну, от этого и зависит, кто станет президентом. Один из этих штатов, мой замечательный штат Висконсин, и мы только что провели выборы в Верховный суд, где победила судья, которая очень сильно поддерживала права женщин. И права женщин, мне кажется, это самое ключевое, на самом деле, пункт нашей повестки, потому что можно говорить про экономику, это очень важно для избирателей. Можно говорить про свободу, это тоже очень важно для избирателей. Но в конце концов люди придут голосовать, и права женщин это то, на что мы видим, так сказать, можно... На мужчин, видимо, нельзя так надеяться и рассчитывать, как на женщин. Что женщины придут, проголосуют и поддержат, ну, свои права. Поэтому в этом смысле у республиканцев, в принципе, очень тяжелая ситуация. Они решили ополчиться против женщин, ополчиться против нацменьшинств, которые будут большинством. Они как бы все время выбирают не ту сторону. Поэтому если бы, как говорит Байден, не сравнивайте меня с Господом Богом, сравнивайте меня с моей оппозицией. И он это еще сказал про Барака Обаму, которого тоже критиковали, что он не идеален. Но вот в данной ситуации это еще более правильно с точки зрения отношений Байдена. Это человек, который, конечно, не идеален. Конечно, если бы мы с вами сидели и просмотрели, так сказать, анкеты разных людей, мы могли бы найти более подходящего кандидата. Но на данный момент мы видим, что от демократов представляется президент, и демократ Джо Байден. А от республиканцев, скорее всего, будет Дональд Трамп. И в такой ситуации Джо Байден выглядит очень даже привлекательно. Да. Вот роль войны в Украине, в избирательных процессах, как вы считаете, вот опять же, да, письмо республиканцев Байден с просьбой прекратить поставки вооружений. Мы понимаем, что, если, например, Байден сделал все, и Украина победила до осени 24-го года, он наверняка будет иметь больше баллов для победы. Как вы считаете? Вы знаете, я вижу, вы заметили, я не упомянул Украину, когда обсуждаю президентскую гонку. И это имеет отношение к тому, что то, что происходит на внешней сцене, внешнеполитической, имеет очень мало влияния на решения избирателей в Соединенных Штатах по поводу того, за кого голосовать. Даже сильное желание Байдена закончить войну, победы Украины до следующих выборов не связано обязательно с тем, насколько это может повлиять на результат выборов, а это может повлиять на то, насколько Соединенные Штаты смогут поддерживать Украину после этих выборов. Потому что если выигрывает Трамп, то поддержка Украины свертывается, и Зеленскому надо будет идти и разбираться с Путиным, что там Путин хочет, и отдавать ему все, что он хочет, потому что Соединенные Штаты как бы вытирают, моют руки и покидают практически сцену. Это то, что мы можем ждать от Трампа. Поэтому так важно для политики, для легаси, чтобы думать о Байдене впоследствии, ему нужно выиграть эти выборы и закончить работу, чтобы Украина победила. Но с точки зрения американских избирателей, максимум мы как бы да, мы за свободу во всем мире, да, мы поддерживаем Украину. И даже вот смотрите, рабочие места создаются, потому что нужно сделать все больше боеприпасов, артиллерийских снарядов, амуниции, все это нужно делать, это замечательно. Но это происходит с другой стороны. Эти заводы, как правило, находятся в глубоко республиканских штатах типа Алабама. И представить себе, что они тебе проголосуют за Байдена, тоже как-то трудно себе представить. Но тем не менее, возвращаемся вот этим резолюциям, потому что с одной стороны резолюция о том, что прекратить, с другой стороны резолюция о том, что нужно поддержать. О чем это говорит? Это говорит о том, что идут разборки внутри республиканской партии, где они пытаются как бы отодрать друг от друга и разобраться, кто у них там главный, кто у них там правит балом. Потому что когда они, мага-трамписты, вытаскивают эту резолюцию о том, что нужно срочно прекратить, то они как бы дают всем республиканцам возможность сказать, а вы с президентом Трампом, или вы против него? И таким образом каждый республиканский политик должен делать этот тяжелый выбор и решать, если они боятся достаточно Трампа, что, мол, он на них накричит, он им испортит шансы на переизбрание, потому что ядро партии контролирует республиканскую партию, или они все-таки считают, что у них достаточно шансов выиграть свои перевыборы, потому что у них вот такой округ, где они могут противостоять Трампу и сказать что-то в поддержку Украины. С другой стороны, когда появляется другая резолюция, которая говорит, что мы будем поддерживать Украину, возвращение Украины к границам 91-го года, это тоже, это не проверка демократов. У демократов все спокойно, они, в принципе, за Украину, они за поддержку Украины. В худшем случае было вот письмо, которое в октябре прошлого года было обнародовано, что несколько демократов просили Байдена найти какой-то способ привести ситуацию к миру, но когда они увидели, какой шум поднялся, они это письмо отозвали и вообще обвинили свой став, как бы их служащие. Ну, кто-то там не так сделал. То есть демократы поддерживают Украину, демократы поддерживают президента, который поддерживает Украину. Тут все однозначно. А вот у республиканцев идет большая разборка по этому поводу, потому что они пытаются как бы разобраться, кто у них наш, победа, чья победа, потому что, несмотря на то, что Трамп это не единственный республиканец, и есть республиканцы еще там, которые поддерживают политику Рейгана и являются глобалистами, но они не контролируют ситуацию. Знаете, так же, как в 2003 году, когда Соединенные Штаты оказались в Ираке и набили морду, так сказать, тому диктатору, потому что партию в тот момент контролировали ястребы-глобалисты, которые хотели донести демократию на дуле пистолета в Ирак, потому что мы считали, что демократия это лучше, даже и под дулом пистолета, то теперь мы видим такая карма, которая вернулась в республиканскую партию, и эти люди там, в общем-то, маргиналы, которые не могут контролировать повестку партии, которые оказались в очень печальной ситуации, но они пытаются подавать голос и пытаются говорить о том, что республиканская партия не обязана идти за Трампом. Это прекрасно, как бы желаем успеха, чтобы они доказали это, но возвращаясь просто к изначальному вопросу, насколько Украина повлияет, если будет полный провал Украины, представим себе на секунду такой момент, что началось наступление и абсолютно оно не получается, или что украинские солдаты не в состоянии освоить американскую западную технику, как бы вот такие провалы, потому что это тогда сказывается плохо на Байдене, потому что он как бы выразил свою уверенность, поддержку, репутацию свою поставил на кон здесь, поэтому тут надо, как бы так сказать, чтобы Украина делала, но то, что она и так делает, тут как бы, в общем-то, на самом деле, сомнений мало, поэтому я не вижу, каким образом Украина может помешать Байдену избраться, может ему каким-то образом помочь, но все это, в конце концов, я не знаю, чтобы избиратели в нашем замечательном штате Висконсине, например, голосовали за президента, базируясь на том, что происходит в далекой-далекой Украине. Юрий, ну поэтому мы с вами встречаемся раз в неделю, поскольку нам интересен взгляд из Америки и американского политика, и вы даете нам этот реалистичный взгляд. Вот то, что вы упомянули недавно, что в Палате представителей Соединенных Штатов Америки представили резолюцию, согласно которой победой Украины должно считаться полный возврат под контроль Киева границ 91-го года, ну то есть Украина в границе 91-го года. Юрий, то есть таким образом Соединенные Штаты Америки дают свою формулу победы. Все территории Украины, Украина должна быть суверенным независимым государством с границами 91-го года, ну я так понимаю, НАТО, Европейский Союз. Ну даже более, чем границы границы 91-го года, это международно признанные границы, и вот тут, мне кажется, очень ключевая часть, в которой Байден возвращается, администрация Байдена, Блинкен и все остальные, и Остин раз за разом, что мы за мировой порядок, за поддержание мирового порядка. Когда все страны мира там голосуют за определенные границы любой страны, то это и есть границы этой страны в международном понимании. Когда такие границы начинают пересматриваться всем, кто считает, что у них есть силы пересмотреть эти границы, то вообще весь мировой порядок находится под большой угрозой, и это, ну, да, под угрозой. Поэтому это относится к китайского посла, который считает, что вообще все это, все эти страны на постсоветском пространстве нелегитимны. Это все вот сейчас часть одной игры, когда мы видим страны, которые считают себя сильными, рассказывают другим странам о том, где находятся, оказываются границы на самом деле, забывая о том, что ни одна империя рухнула после мировой войны, и как это все плохо заканчивается, потому что, в конце концов, демократии побеждают. Но это, видимо, не такой прямолинейный процесс, и тут, знаете, в каком-то смысле просто печально, потому что, когда уходят, умирают люди, которые действительно, вот не липовые ветераны, которые там появляются, завешанные орденами на праздниках в России или Советском Союзе, как они там тебя называют, вообще меня поражает, то, что они вернулись к этой ТАСС, то есть телеграфное агентство Советского Союза передает, но теперь это все как-то не большими буквами, а такими маленькими, такое словечко, ТАСС. И все эти люди, которые действительно знали, что такое ужасы войны, их нет. Сейчас мы создаем людей, которые будут знать, что война это опасно, и стремиться к войне, это, ну, в общем-то, безвыигрышный вариант для того, кто к ней стремится, поэтому нужно это учитывать, и в этом смысле возраст Байдена как раз очень важен, потому что это человек, у которого есть какая-то историческая перспектива, и есть какой-то исторический взгляд и понимание, к чему приводит не только война в Украине, но и война в Ираке, но и война во Вьетнаме, но и Вторая мировая, и Корейская война, потому что Соединенные Штаты у нас достаточно большой тоже боевой опыт, и мы понимаем, что мировой порядок это очень важно, это то, что Соединенные Штаты поддерживали вместе с союзниками и организацией НАТО последние 70-80 лет, и это действительно важно, это имеет последствия, это имеет результаты, поэтому, когда мы говорим о том, что Украине нужно срочно вернуться к границе 1991 года, мы еще говорим и о Тайване, мы говорим о всех территориях, которые находятся спорные, потому что практически у каждой страны есть вопросы по территориальным вопросам, простите за тавтологию, но тем не менее нужно разбираться мирно, нужно голосовать, вот там Великобритания вышла из Европейского Союза, показала, как это было, ну, в общем-то, плохим решением, но вот теперь они как бы с этим разбираются, но это все мирно, и это то, что нужно, это то, что делают люди в цивилизованных странах, не забрасывают врага трупами своих солдат, как это делает Россия, а пытаются каким-то образом договориться, потому что, ну, даже тот же Путин, который так верит в то, что нужно везде и всегда делать деньги, он же себе сейчас, он теряет на этом, большие деньги потеряет еще больше, и жизнь свою потеряет, но тем не менее, вот он прет и прет, поэтому возвращение границы 1991 года, это не только для Украины, это для всего мира шанс на счастливое будущее. Юрий, вот мы понимаем, что Украина станет членом ЕС и НАТО, и вот даже президент Чехии, Петр Павел сказал, не если, а вопрос когда. И то действительно, мне интересен ваш взгляд, потому что саммит в Вильнюсе, и ей будет в 24-м году саммит НАТО в Вашингтоне. Об этом сказал Джоусеф Байден, когда он выступал в Варшаве, что в 24-м году будет юбилейный на 75-летие НАТО саммит в Вашингтоне. И многие аналитики, вот, например, бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки, господин Чалый, в эфире НВС сказал, что, скорее всего, мы более точные, более серьезные шаги по вступлению Украины в НАТО будут именно на саммите в Вашингтоне в 24-м году, но, к сожалению, не на саммите в Вильнюсе этим летом. Что скажете? Звучит вполне реалистично. Знаете, я думаю, что из того, что мы слышим от Йенса Столтенберга и других, задача саммита в Вильнюсе это разобраться и принять Швецию вместе с Финляндией. Финляндия уже принята, а на саммите, насколько я понимаю, или к этому моменту, потому что тогда закончатся выборы в Турции, и можно будет разбираться дальше, и тогда, значит, чтобы Швеция вступила, и будет 32 страны, что, в общем, тоже очень неплохо, еще один геостратегический провал Владимира Путина. А в 24-м году, когда Украина, скорее всего, очень вероятно может вступить в НАТО, и тогда у нас будут эти 33 богатыря, то что происходит в Соединенных Штатах в 24-м году? Выборы президента, как мы только что с вами обсудили. А кто будет избираться? Видимо, Байден и Трамп. А что Трамп пытался сделать? Он пытался вывести Соединенные Штаты из НАТО, вообще в принципе. Поэтому, когда президент Байден заявляет о том, что в 24-м году будет происходить встреча НАТО в Соединенных Штатах, то это, ну, абсолютно, как бы, понимаете, вот мы только что с вами обсуждали, насколько можно воспринимать решение политика, которая заявила о том, что будет, идет на переизбрание. Но это, конечно, будет пальцем в глаз Дональду Трампу, потому что Дональд Трамп, который всем своим существованием доказывает, что нужно поклоняться авторитарному лидеру и верить в деньги, и деньги – это главное, а этика, мораль, вообще, так сказать, права человека, все что угодно, это то, чем занимаются те, у кого нет большой дубинки. Вот этот провал-то появляется очень большая дубинка людей, которые верят в права человека, и эта дубинка называется НАТО, и это будет большой темой в американских СМИ. И мы с вами будем об этом говорить, и другие каналы будут об этом говорить, и все будут об этом говорить, и будут вспоминать, что Дональд Трамп пытался вывести Соединенных, и так далее. Поэтому это все, как бы, будет иметь очень ценный момент для Байдена. Это будет, ну, я не знаю, несколько дней, которые, так сказать, приятно, скорее всего, пройдут для него, но в данной ситуации он, конечно, выглядит намного более сильным и победителем в такой схватке, чем его оппонент. А то, что Украине нужно вступить, то, что место Украины в НАТО, это, в общем-то, уже, ну, когда Йенс Толтенберг это заявляет, который должен, как бы, ну, говорит от лица организации, за ним стоят его теперь там 31 с половиной члена, то это говорит о том, что это позиция организации. Да, пока что только одна страна проголосовала за то, чтобы Украину принять в НАТО. Да, нужно всем странам единогласно поддержать эту идею вступления любой страны в этот оборонный союз, защищаться от российской агрессии, но это неизбежно. И более того, я думаю, что как только наступит момент затишья, когда будет подписан договор, надеюсь, о капитуляции России, возможно, о том, что Россия отползает к своим границам 91-го года, то тут же начнутся очень серьезные разговоры о том, как быстро Украина может стать членом НАТО, что вполне резонно, потому что к этому моменту в Украине уже очень много натовского оружия, солдаты уже учатся по натовским стандартам, это будет самая боеспособная армия в Европе, это будет просто то, что на самом деле больше, ну, вообще, ну, не больше, всем будет нужно, Украина нужна НАТО, НАТО нужна Украине, тут как бы все сходится, поэтому членство Украины в НАТО, мне кажется, на данный момент уже почти что политической неизбежностью, благодаря усилиям Владимира Путина и героического украинского народа, и союзников, и партнеров по всему миру, но если бы Владимир Путин не начал эту войну, или срочно, даже сейчас, даже если он прекратит ее завтра, или сегодня, то все равно НАТО и Украина будут сближаться, и Украина на данный момент выглядит как будущий член НАТО, что в интересах и Украины, и НАТО. Ждем акт капитуляции, и Украина 33-я страна, член НАТО. Юрий, тема, которая мне тоже достаточно интересна, это Такер Карлсон, Fox News, попрощался, расстался с Такером Карлсоном, ведущим трампистом, я прочитала потом аналитику, у нас СМИ пишут о том, что, ну, понятно, Такер Карлсон любил Путина, любил теории заговора, но стоимость компании Fox рухнула на 700 миллионов долларов после увольнения пропагандиста Такера Карлсона. Более того, личное состояние медиамагната Руперта Мердега, владельца Fox, компании сократилось на 182 миллиона долларов. Юрий, почему вдруг Fox уволил Такера Карлсона, что из этого следует? Ну, естественно, что наверняка это огромный плюс для Украины, потому что то, что он говорил на такую аудиторию, это, вы же понимаете, пропаганда, но и тут важный момент, что его уже пригласили, если я не ошибаюсь, пропагандистские СМИ, Соловьев и так далее. Вот хотелось бы ваша оценка, ваше острое слово, скажем так, этой темы. Я бы очень надеялся, что Тайкер Карлсон принял приглашение из Останкина и отправился туда. Он же вообще свое шоу делает из своей домашней студии в штате Мэйн, так что не то, чтобы он там в Нью-Йорке в Фоксе находился. Поэтому он может с тем же успехом делать программу в Останкино, его там с удовольствием переведут и будут транслировать. Как бы тогда ему будет, наверное, сложнее говорить о том, что он там, у него есть какие-то вопросы, когда он уже будет официально вещать или Останкино, или Арте, так сказать, Russia Today есть варианты, где его ждут. Я не знаю, насколько он на это сейчас решится. Возможно, если Трамп станет президентом, то тогда более, так сказать, более открыто он будет это делать. Но на данный момент действительно интересная ситуация в Соединенных Штатах, потому что не первый раз, когда такого сильного пропагандиста уволили с каналом Fox, сам Тайкер Карлсон там оказался на месте другого, которого уволили, который казался ну совсем таким отмороженным, что хуже быть не может. Ничего, нашли место Тайкера Карлсона, который доказал, что он еще более отмороженный, и он еще более безумный, и может, так сказать, проводить любую безумную политику без вопросов. И Fox News это делает не в первый раз, и вообще они как бы наоборот пытаются показать даже своим звездам, что они как бы звезды, но вселенная это Fox. Человек, который запустил этот канал, Роджер Эйлс, регулярно любил, он умер несколько лет назад, но он любил свое, так сказать, управление. Иногда звезд, как бы давать им вечер отдыха, чтобы они могли посмотреть, что их на канале нет, а просмотры все равно гигантские, чтобы доказать им, что не дело, так сказать, в продавце этого яда, а дело в том, что они продают. И то, что они продают, на это и есть спрос в Соединенных Штатах, потому что они продают страх, они запугивают собственного зрителя, и возможно, в этом есть, так сказать, близость стакера Карлсона к Владимиру Соловьеву и Арте, потому что и те, и другие пытаются, вот просто, казалось бы, зачем запугивать собственного зрителя, но оказывается, запуганный зритель самый верный, он вернется, он будет смотреть, он будет пугаться дальше, у Фокса большая публика белого населения, которое очень боится, потому что им продавали теорию того, что их сейчас заменят. Боже мой, все эти меньшинства, они сейчас как бы расплодятся и заменят белое население Америки, и что тогда будет, о боже мой, с Америкой. Вообще у нас вот эта идея распространяется очень интересная, потому что всегда нужно найти кого-то, кого нужно обвинить, кто будет козлом отпущения. У нас в нашем местном округе появился один депутат, вот такой очень консервативный, так вот он сейчас хочет протащить резолюцию о том, что мы против нелегальной иммиграции. Но это вот все атаки на иммигрантов, атаки на будущее страны, потому что в Соединенных Штатах просто не хватает рождаемости, чтобы без иммигрантов у нас население не падало, с иммигрантами оно растет, без иммигрантов недостаточно нас. Так что, в общем, Тайкер Карлсон продавал то, что покупалось, и, возможно, его выгнали, потому что, как вы сказали, большой штраф, нужно было заплатить 787 миллионов долларов с половиной, что является самым большим штрафом, кажется, за историю Соединенных Штатов против организаций СМИ, и вообще другие организации как-то слегка даже нервничали по этому поводу, потому что, возможно, открывает ворота для других исков против других журналистов, но, тем не менее, это не первый, это не последний иск, с которым нужно разбираться каналу Fox, поэтому они как бы потеряли 787 миллионов здесь, потеряли 700 миллионов долларов на акциях, плюс они согласились, плюс за ними еще, значит, продюсер Такера Карлсона, которая заявила, что ее как бы сдали свои же, теперь подала в суд на Fox News, а у нее она все записывала, у нее там 90 разговоров с Такером Карлсоном, и, возможно, это и будет еще грозить, так сказать, они как бы тогда не все выдали, всю информацию в суд, которые должны были выдать, то есть могут быть еще какие-то дополнительные затраты для Фокса, а тут еще за кулисами как бы выдвигается следующий иск от другой компании по подсчету голосов, который почти на 3 миллиарда долларов, поэтому у Fox сейчас головной боли со всех сторон, но что интересно, что они решили все-таки не нервничать пока по поводу, хотя бы по поводу Такера Карлсона, каким образом они будут продолжать платить ему зарплату, он еще два года будет получать свой контракт, по которому он будет получать, кажется, 20 миллионов долларов в год, поэтому это такая как бы попытка для них откупиться от него, чтобы он, ну, как бы не проклинал их везде, при любой возможности, а как бы помалкивал хотя бы какое-то время, ну, на это время они найдут ему следующую замену, а все эти люди, которых выгоняют из Fox News, постепенно они, у них появляется свое радио-шоу, свой подкаст, YouTube-канал тот же, можно, так сказать, не те деньги, не те просмотры, но публика, желающий есть, и спрос на него определенный есть, и он как бы не растворяется и не пропадает, но просто интересный момент еще тут есть возможность, что пошли слухи, что, возможно, его выгнали за то, что он проводил какую-то там католическую дискуссию с будущей женой Руперта Мердока, после чего, как мы знаем, Руперт Мердока расторг свой надвигающийся, значит, свадьбу, брак с этой женщиной, потому что она слишком консервативная католичка, а Тайкер Карлсон с ней там ввел какие-то дискуссии на эту тему, и, возможно, это сыграло какую-то роль, то есть сейчас... Шершеля Фам, Юрий, то есть я задала вам вопрос, почему его уволили, и ответ очень простой, ищите женщину, да, Шершеля Фам. Ну, это, да, любимый, так сказать, да, это, что можно сказать, ищите женщину и следуйте за деньгами, follow the money, так что между, наверное, женщиной, между деньгами, можно, кстати, у Тайкера Карлсона продюсер, который на него подала в суд, тоже женщина, так что женщины, да, играют, играют в очень важную роль. Да, Руперт Мердок не смог выдержать общение Тайкера Карлсона со своей любимой дамой сердца. Это мы делаем вывод из... по сути... Да, действительно, Юрий, ну, Украина только от этого выиграет, верно? Конечно, потому что поддержка Украины имеет смысл для всего мира, это, так сказать, китайцы могут иметь свои взгляды на вещи, и пары диктаторов могут не соглашаться, но вот даже бразильский президент поменял свою точку зрения по поводу Украины, когда ему предложили 500 миллионов долларов от Соединенных Штатов на защиту леса, в джунгли, защиты леса в Бразилии. После этого их президент сказал, да, какое у меня вообще дело до Украины, это не мое дело. Так что победа Украины, и вообще победа Украины в руках ВСУ и ЗСУ, дело рук Украины. Союзники помогают, будут помогать, мы будем наращивать наши боеприпасы, производство, потому что это нам нужно и свои запасы пополнить, и Украине дать все, что нужно, и о будущем призадуматься. Так что мне кажется, что будущее Украины тут абсолютно победоносное, просто нельзя как бы рассчитывать на какую-то определенную дату, к сожалению. Очень хочется говорить, что к такому-то числу обязательно все закончится, но это такая вера в числа, нужно верить в победу. Да, я с вами согласна, он тоже пригожен сказал, что после 2 мая New York Times пишет, что в мае начнется наступление вооруженных сил, все сыпят датами, а мы ждем, соблюдая информационную тишину. В завершении нашего с вами беседы хотел бы поговорить о Китае, почему вот мной лично уважаемый президент Чехии Петр Павел, который очень много говорит об Украине, и опять-таки говорит, что Украина это член НАТО и Европейского Союза, сказал, что Китай сегодня заинтересован в продлении, продолжении войны, поэтому он не может быть никаким посредником между Украиной и Россией. Ну, что по сути Китай использует Россию как дешевый ресурс, и он все хочет купить за бесценку, а поэтому ему невыгодно быстро... В чем ваш вопрос, я как бы согласен. Да, вопрос следующий. Вот вы сейчас выскороете, значит, это сказал Петр Павел. И Валерий Чал, бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки, тоже сказал о том, что на сегодняшний момент, вот цитируя, «Китай можно забыть, а Бразилию надо убеждать». И в этот момент, когда я готовлюсь, читая эти материалы, понимаю, происходит телефонный разговор между Си и Зеленским. И в Китае появляется новый посол Украины, господин Рябикин. И с этим в связи вопрос. То есть, вот эти два факта, как они связываются и чего стоит дальше, далее ожидать от Китая. Вот, Юрий, вот такой вопрос. Я думаю, что это проверка на прочность. Это проверка Украины на прочность, это проверка Китая на гибкость. Потому что, если Китай хочет играть роль миротворца, хочет показать, что теперь Китай, а не только Соединенные Штаты, могут помогать и решать судьбы мира, и чтобы страны договаривались и садились за стол переговоров, то Китаю нужно принимать в этом участие. Нельзя просто разговаривать с Владимиром Путином, выражать ему поддержку, хлопать его по голове и ожидать, что этого будет достаточно. Вообще, Си нужно съездить в Киев. Если он действительно серьезно настроен на то, чтобы доказать, во-первых, в первую очередь, Украине, что он не просто агент Кремля, а что он как бы агент мира, то для этого, во-первых, нужно съездить в Украину. Но хороший, очень важный шаг того, что Китай как бы поднимает ставки и, наконец, Си поговорил с Зеленским. Я думаю, что это, несмотря на то, что мы как бы знаем малой информации о том, какие выводы, кроме посла и того, что вообще разговор произошел, это важный сигнал, и теперь как бы это проверка Украины на то, насколько Украина уверена в успехе своего грядущего контрнаступления или наступления, потому что если есть сомнения, что, возможно, ВСУ, ну, не в такой хорошей форме, как мы все считаем, надеемся, уверены, верим и так далее, то, возможно, сейчас хороший момент сесть за стол переговоров с Путиным, потому что вроде бы еще как бы все стоит почти что на месте, вот давайте сейчас закрепим, разойдемся, придем в себя и будем дальше разбираться. Мне кажется, что Украина к этому просто не готова и мир к этому не готов. Не надо. Да, и вот такая проверка, я думаю, не боем, а проверка телефонным звонком говорит, что Китай все-таки считает себя достаточно важным игроком и влиятельным игроком, а их политика экономической, экономического империализма вполне доказала себя как работоспособная, поэтому я уверен, что Китай может предложить Украине инвестиции, деньги, поддержку в финансовом уровне на достаточно высоком уровне, и это задача украинского лидерства, в принципе, всей команды там разобраться в том, что Украине нужен мир, но Украине нужны границы 91-го года, и после этого как бы не нужно, мне кажется, ловиться на китайскую приманку, потому что если договориться с Путиным, то да, наверное, будут какие-то ковришки от Китая и так далее, но мне кажется, что инвестиции от всего мира в Украину будут намного больше, когда Украина победит, и когда Крым будет украинским, и восточные территории вернутся, и когда наступит, так сказать, когда будет уверенность более прочного мира, потому что то, что предлагает Владимир Путин и вместе с ним Китай, это в принципе заморозить конфликт на какое-то время, чтобы Путин мог перезарядиться, это такой северно-южнокорейский вариант, который в принципе предлагается, и поэтому если на него согласиться, то это означает, что Украина соглашается быть страной типа Южной Кореи, возможно, это будет очень богатая и успешная страна, но это страна, которая всегда будет думать о том, что с другой стороны границы, очень недалеко от Сеула, находится дикий варвар, полуголодный, полуголый, так сказать, маленького роста, поскольку это вообще классика посмотреть южных и севернокорейских солдат вместе, южнокорейцы, они как бы в два раза выше, но и питание лучше и так далее, так что вот такой вариант, мне кажется, это то, что предлагает Китай, и для Украины очень важно понять, что нужно прочное будущее, будущее, в котором не тлеют какие-то конфликты, а в котором Украина сильная страна, которая вступает в НАТО, которая, так сказать, приветствует Украину в своих рядах, я думаю, что если идти по китайскому пути, то мы как бы отметаем все остальное, тогда, ну зачем Украине вступать в НАТО, тогда зачем вообще даже Европейский Союз под вопросом, просто потому, что давайте договариваться с Россией, с Владимиром Путиным, и давайте жить дружно, я не думаю, что Украина может на это пойти, но тот факт, что есть дипломатия в принципе, это хорошо, это важно, потому что дипломаты должны говорить, дипломаты должны искать решения, но то, что происходит на поле боя, это то, что поставит Украину в более сильную позицию за этим столом переговоров. Это было настоящее интервью с американским политиком, вы только что могли это услышать. Юрий, мы с вами на следующий раз встречаемся уже в мае, надеюсь, будем говорить о новых изменениях и на фронте, и в геополитике. Друзья, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube-канал, Даша Счастливая, на YouTube-канал Юрия Рашкина, нажмите на название, там будет это возможность сделать. Юрий Рашкин, американский политик, депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин. Благодарю вас. Слава. Героям слава. Спасибо, Даша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова